Уважаемые любители рок-музыки, доброго вам утра! А оно сегодня явно доброе, потому что солнце светит над Москвой. Это редкие случаи, когда абсолютно отсутствуют тучи. Отчетливо видно все. Даже вот там мы видели Москва-Сити. Каждое здание видно, каждое окошко. А приехали мы не в музеон, если кто-то подумал, что в музеон нет. Мы проехали в доморощенную картинную галерею, которая вдоль набережной, где можно приобрести за недорого. Если порыться, поискать, то настоящие подлинные картины. Но здесь и копии делают прилично. А приехали мы потому, что у дочки у наших день рождения. Она занимается конным спортом. И мы решили ее комнату украсить картинами с лошадьми, с красивыми. Я уверен, что здесь есть красивая лошадь. Потому что лошадь – это сама красота в движении. Помните, да, танцующая женщина, скачущая лошадь в горящей огне. Это то и журчащая вода. Это то, на что можно смотреть вечно. Идемте выбирать лошадей. Уважаемые любители рок-музыки, если вы думали, что в Москве нет первобытной природы, то вы глубоко заблуждаетесь. Здесь целая саванна возле картинной галереи. Видите, я прям в траве затерялся. А что делать? Дорога к искусству, понимаете? Она сквозь тернии ведет. Пойдемте. Здравствуйте, это ваше богатство? Да, мое. Да вы шо? Вот такая красота? Рассказывайте, сколько стоит вот такая вот красотень. Десять тысяч? А вы автор или кто? Да. Да вы шо? Очень прикольно. Мне очень нравится. Слушайте. Очень хорошенький. Вот это особенно прикольно. И это хорошее. Очень хорошее. Чувствую, что что-то я у вас куплю сегодня. Прямо что-то меня подбывает. Елена Ивановна что-то купить. Вот это мне очень нравится. Возьмем? Елена Ивановна, что молчите? Это продюсер будет. Продюсер, распорядитель казначейства. Знаете, вот я у нее всегда сказал. Возьмем или нет? Она все думает, недорого ли? Ну, недорого, я говорю вам, что здорово. Ну, сейчас вот внутрь и будем скажем. Хорошо. Давайте нам эту картину. Мне очень нравится. Хорошо. Уважаемые любители рук музык, как вы думаете, я доберусь до лошадей сегодня или нет? Да, доберетесь. Ну, когда на пути попадаются такие великие художники с такими прекрасными картинами? Уверен, доберусь. От меня лошади не узка чуть никуда. Маэстро, ну, вы нам хоть скажите, как ваше фамилия, имя, отчество, чтобы мы знали, кому принадлежит, чьей кисти принадлежит себе творение. Сиев кисти, да. Щеглов Александр. Щеглов Александр. Уважаемый любитель рок-музыки, мы покупаем только настоящее произведение искусства, которое со временем будет стоить огромных денег. Вы же знаете, у меня коллекция гитар, которая скоро будет стоить громадных денег. Но у меня еще есть и коллекция картин. Наших московских художников. И у нас появляется новый художник коллекции. Щеглов. Вот так. А вы говорите, что мы сюда зря приехали. Мы только вошли, и сразу произведение искусства попадается. Вы чего? Что это за стадо там пасется? Лошади. Ну, такое. Что вы что? Проголодались? Или просто пить захотели? Паслись, паслись, пообъедались. Неплохо. И сколько стоит эта красота? 25 тысяч. Да вы что? А что так дорого? Вы думали, что это девушка? Елена Владимировна, какие у нас разные представления о жизни? Я-то думал, что это очень дорого. Ах, ах, кажется, это бесплатно. Что же это будешь делать? Неплохо, но пройдемся. Чье сие творение? Ермаков Сергей. Носковский художник. Преподаватель. Что ж, пройдемся, посмотрим. Нам лошади. Ой, как нужны, вы не представляете, нам ни на чем пахать. Поймать нам лошади нужно, не можем никак найти. Вон, мужчина смотрит на меня и думает, сейчас подскажу. Подскажешь, где лошади тут идти? Что за народ пошло? Мне хотят подсказывать, Елена Владимировна, сам придется искать, пойдемте. Смеются люди. Это хорошо, что воспринимают правильно. А волосчука издать. Мне нравится быть клоуном. И я надеюсь, что у меня получается. Куда она скачет? Так быстро. По делам. По делам пошла? А мы ходим, тут прохождаемся. Тут народ по делам он скачет. Елена Владимировна, ну вот это вроде ничего. О, здрасте. Скажите, а сколько стоит вот этот Ахалтыкинский скакун? 35 тысяч рублей. 35 тысяч? Что такое дорогой? Ахалтыкинец? Настоящий, честнобородный? Елена Ивановна, так мы победим на всех скачках тогда. Это масло. А кто автор? Автор Аняковский Сергей. Аняковский. Елена Ивановна, в Москве как-то умеет лошадей рисовать. Мне нравятся скачивающие лошади и красивые женщины. Я понимаю. Вы обратили внимание? А как? С какой я красавицей. А как? Ну и вы тоже. Да ну что, девушка, умирать пара. Человек прекрасен всегда, в любом возрасте. Нет, она хорошо движет. Но мне больше нравятся инициалы СД. СД. Не слышали? Потому что у меня, моя фамилия Волощук СД. А. Вот я почему-то люблю инициалы СД. Вот Волощук СД. Давайте я вам подпишу сейчас. Давайте. Хорошо. Дайте я сам напишу. Ну дайте. Ну что, это вообще непонятно. Как диктуете? Аняковский. Хорошо, держите. Деньгу держите. Сейчас я упакую сначала. Это как? Люди, правильно, сначала упакуются. Не так, как тот знаменитый техник на корабле, который Бендер у стулья продавал. Утром деньги, вечером у стулья. А тут наоборот. Сначала упакуем, а потом продадим. Ну вот, уважаемые любители рок-музыки. Мы и приобрели наконец-то Ахалтыкинца. Настоящего. Вы думали, что мы... На чем попало будет наша дочка ездить? Ни в коем случае. Должно только ездить на породистых Ахалтыкинцах. Потому что их папаша всегда боролся и борется за чистоту стиля. Вот Ахалтыкинец это чистая кровь. Так же, как и рок-музыка, рок-группа Волчука СД. Это чистокровный хард-рок. В шахматы играете? Елена Ивановна обижает. Я ж пить бросил, вы чего? Какие шахматы? Мне уже не до шахматы. Я уже только в рок-музыку играю. Все, все, хватит. Уже только рок-н-роллы. Какие шахматы? Да в детстве я в шахматы игрался. Вы чего? Уважаемые любители рок-музыки. Ну я сегодня в не своей форме. Тут мои собратья, видите, вот они. Скучают тут без меня. Но ничего, я в следующий раз пройду в клоунском наряде. Я покажу тут народу, как надо по-серьезному подходить к делу. Не поверите, 10 тысяч лет. Уважаемые любители рок-музыки. Я как-то говорил вам, а вы, видать, подзабыли, что у меня было два любимых клоуна. Чарли Чаплин и Юрий Никулин. Даже песню про Юрия Никулина спел вам. Как-то. А вы, видать, уже подзабыли. Про то, что настоящий клоун. Он лучше психиатра. Обязательно прослушайте. Скажите, вот мы дочке лошадь подбираем. Понимаете, она конным спортом занимается. Сколько скакун это стоит прекрасный? Не продается. Вот это не продается? Нет, просто так. Просто так? Странно. Не шутите, что ли? Олег Владимирович, сколько стоит эта красота? Не дорого, 150 тысяч. Да вы шоу? 150 тысяч. Так дешево? Все. Нифига себе. У нас денег не хватит. Такую купить. Ну, классно. Скажите, а как фамилия художника? Яшина. А, это женщина? Уважаемые любители рок-музыки. Ну, согласитесь, классная картина. Ну, бывает. Вот пройдешься по этому вернисажу, а попадаются хорошие вещи. Мне 20-30 раз на день спрашивают. Поэтому забираем Полина Яшина. Будущая звезда живописи русской. И я в этом уверен. Я ее прославлю. Вот так. Давайте. Мне очень нравится эта картинка. Я блиночку такую взял. В красном с вином. А я говорю, так это же культура человеческое вино. Она говорит, ты что-то пить бросил. Тебя будут соблазнять. Я говорю, я ж крепкий, меня не соблазни. Держись. Она не вит. Не, не может быть такого. Может возьмем, но бокальчик вино никогда не помешает. Разве так его можно не соблазнить? Не так, не так. Разве такая женщина не может не соблазнить? Да. Вот мне повезло, вы понимаете, у меня есть. Но давайте попытаемся ее уговорить на эту картинку. Ну, смотрите сами. Вам как? Ваша душа так. Если вам нравится. Мне очень нравится. А сколько она стоит? 15. 15. Еле. Давайте возьмем. Это обалденная работа. Мне нравится. Кто автор? Экспрессионизм. Ну, понятно. Это мой друг. Очень хороший художник. Такой экспрессионизм. Мазками. Хорошая. Нападочкой. Смотрю. Хорошая. Мне очень нравится. Давайте. Кто автор? Мой друг. Ну, понятно, что друг. Мы все друзья. Мы братья и друзья. Вон он сидит. Сидит тихо в стороне сидит. У него вчера супругу похоронили. Сейчас вы не представляете, как поможете им. А мы всегда рады помочь хорошим людям. Елена Ивановна. Мы же такие. Мы же понимаем. Я честно говорю, как будто вы чувствовали этот момент. Мы настоящие русские рокеры. Мы всегда поможем. Давайте заворачиваем. Русская жена у него, Тамара. Он сам армянин по национальности. Но русская жена. Фамилия как у него? Авакян. Авакян. Мы приобретаем картину Авакян. Да. Заслужен художник России он. А его отец поэт Армении заслужил. Вы поняли. А вы хотели пройти мимо. Трезвый, трезвый. Энергия. Энергия все равно. Трезвый завлет норму жизни. Но нельзя все время бросать резко нельзя. Поймите, Иллина Ивановна. Да. Это очень больно. Бокальчик никогда не помешает. Хорошего. Сухенького. Вот так. Грузинского. Кинзмараули. Кинзмараули. Хванчкара. Ханчкара. Саперави. Саперави. Аммянский коньячок чуть-чуть такой. О, человек разбирается. А я вам, уважаемый, любитель рок-музыки, расскажу, как я первый раз попробовал армянский коньяк. Было дело, мне было 12 лет. Я уже был взрослый. Я расскажу просто. Я уже был взрослый, понимаете? Уже пора было начинать, но я еще как-то сомневался, не решался. А у меня был друг. Друг, мотоклассник. Ему тоже было 12 лет, но он был такой постарше, покрупнее. А папаша у него был начальником комитета госбезопасности города. Одного, небольшого. Города Драгобыч. И мы пришли как-то к нему домой. Он говорит, пойдем покурим, выпьем. А мне 12 лет. Я говорю, ну ты что, больной? Он говорит, ты брось, ты пошли. Папаша говорит, коньяк обалденный. И он достает коньяк, а я никогда не пил. Ну, я вообще, ну, 12 лет. И он наливает, ну, буквально мне там 30 грамм. 30 грамм. Ну, себе побольше, а мне 30. Он покрупнее был, он такой здоровый был. Не по годам. Спортивного стиля, наверное. Да, и я беру, и вы знаете, я до сих пор помню этот вкус. Вот вкус шоколада. Вкус дубовой бочки из шоколада. Ну, просто офигенно. Вот я после того. Да, аромат. То есть, после этого, когда мне предлагают там всякие там, знаете, хэйнесси, шмэнесси, вот это все. Я говорю, ребята, вы не пробовали настоящий коньяк. Настоящий. И какие были последствия. Я же был круглый отличик. Ошибок никогда не делал. А мы когда с ним выпили, он говорит, давай быстро сделаем домашнее задание и пойдем гулять. Ну, давай. Мы быстро с ним сделали домашнее задание и пошли гулять. На другой день я сдаю работу на учителю, а у меня в слове «домашняя работа» было сделано три ошибки. Уважаемые любители рок-музыки, вот поэтому прекращайте бухать, потому что трезвость, она приводит к четкости, пониманию мира, прекрасному, отчетливому. Вот, человек не даст соврать, который разбирается в коньяках и в винах хороших, и в картинах. Верю. Все, берем. Уважаемые любители рок-музыки, вы думаете, что меня соблазнят красивые дабы с бокалом вина в руке? Нет. Красивые дамы, у вас ничего не получится. У меня же самая красивая жена, которая мой друг, товарищ и мать моих детей. И одновременно продюсер, и режиссер. Гениальный причем режиссер. Вот когда вы посмотрите этот фильм про путешествие по вернисажу московскому, то вы в этом лишний раз убедитесь. Уважаемые комсомольцы. Привет, я не комсомольцы. Коммунисты? Октябренок. Вы Октябренок? Да. Скажите, а вот ваши старшие братья, по чем они? Пионеры которые, пятерочку? Да. Ну, хорошие, мне нравится. Сам когда-то был пионером, поймите. Ностальгия меня мучает. Где галстук? Как повяешь галстук, береги его. Ага, то есть. Он ведь с красным знаменем цвет одного. Вот они демаскируются, октября-то. Мы их сейчас покажем потом. В другом времени, в другом измерении, в вечной жизни. Да мы их здесь покажем. Нет, тут я боюсь. Не бойтесь, мы с вами. Когда человек не курит, не пьет, кавел Чехов, что-то подозрительно, не подлец. Уважаемые любители рок-музыки, вот вы думаете, что здесь вот просто так вот сидят люди и смотрят на мир? Нет, тут философы, которые знают хорошо и Чехова, и стихи про пионерский галстук. Ну, молодой был, тогда еще много фантазии работал, сейчас уже меньше. Да вы что? Наоборот, он должен развиваться. Вот я раньше одну песню сочинял в год, а сейчас каждую неделю по песне, а? Я же рокер, вы же не знали этого? Завидую вашей жене, она любит, наверное, шумную музыку. Она обожает шумную музыку, я говорю, что-то, я говорю, тихий, песни сочиняешь. Ладно, продавайте пионеров. Я без них жить не могу, вошел. Одну секунду, мне надо подписать. Уважаемые любители рок-музыки, пионеров я повешу в репетиционной базе. Потому что все участники рок-группы Волчука СД должны быть всегда готовы к концертам, как пионеры. Я ему надо жестко говорить, готов? Он говорит, всегда готов. И выезжаем на гастроли. Вот так как-то. Мальчишки хороши, что ли? Это я. Ну, ладно, пойдемте. Евгений Георгиевич. Георгий, это значит Калужский мы. Та вы что? Родственник Георгий Константинович Жуку, но дальний. А Гриша, это значит туда, Краснодарский край. А Юрий, кто? Гагарин. Владимирские люди. Одно и то же имя. Евгений Георгиевич, мы пошли. Давайте. Мы пошли украшать репетиционную базу. Я вот рок-музык, конечно. И вдохновлять. Уважаю только если она находится где-нибудь вот около того дома. Ага, понял. Чтобы тихо быть. Хорошо, мы там изойдем в концерт. Пойдемте, Елена Ивановна, пойдемте. Спасибо. До свидания. Они понимают, что нам мало одной лошади. Табун нужен. Нам нужен табун. Поймите, у нас же шесть родителей. Вы не знали? Ничего себе. Попробуй прокормить-то. Каждому по лошади надо. Поэтому, ну, взяли еще. Спасибо вам большое. Да вам спасибо. Счастливо. До свидания. Спасибо за понимание и юмор. А то некоторые не понимают. Начинаешь прикалываться и серьезно, и роженые. Мысли вслух точны и честны, мысли вслух о том, о сём, интересны мысли, если сказаны Малащуком. Малащуком.